Когда первый раз нас с вами знакомили, я не случайно вам задавал вопрос, вы будете продолжателем дел предыдущей администрации, вы сказали, что нет, я буду все делать в рамках закона, все как положено. Но на данный момент ситуация складывается таким образом, вот наш Говорун, сидящий в том углу, не поднимает вопросы, у жителей поселка Белый Яр температура в домах составляла от 6 до 10 градусов, буквально вчера только удалось исправить ситуацию, что там сделано. Я не вам задаю вопрос, помолчите. Что сделается в этой ситуации, на этой территории? Если вы знаете, о чем речь идет, то там была ремонтная ситуация, там произошел у нас древний вопрос возник, когда дремосос у нас сгорел, дремлетен на нем, соответственно, была вареная ситуация. Она устранялась, начиная с воскресенья, соответственно, искали двигатель, перевозили один двигатель с Красноярска, он не подошел, в итоге нашли в городе Ачинский двигатель, его поменяли оперативно, мы за него заплатили 30 тысяч, двигатель установили, дремосос запустили. Военная ситуация устранена. Дремосос или дремосос? Дремосос. Дремосос это, который новый меняет? Он перед двигателем. Он перед двигателем. Коллеги, в том году выделяли деньги на ремонт этого дремососа. Он вышел из строя. Я хотел бы... Дмитрий Владимирович, у меня... Я не случайно вам задаю вопросы по поводу наличия угля. Вот, значит, директор МУПа ушел. Вы в прошлый раз на колесе говорили, что заключите договора по поводу поставки с Крючевским этим разбором. С территорий идут многочисленные жалобы о том, что действительно делают с крышу и отправляют уголь с глиной. Вы говорили, что на 30% кто-то из вас тут, я уже не помню, на 30% будет у вас экономия. По факту у вас ничего, никакой экономии нет. У меня просьба, когда у нас будет следующая комиссия, привезите, пожалуйста, руководителя о задачке, чтобы привез оригиналы договоров, платежное поручение, по какой цене покупается этот уголь, откуда он везется. Я думаю, эти вещи будет несложно сделать. Интересно, запишите. Интересно, что у нас сколько тонн пришло глиной? 90 тонн в общей сложности? Да, это ястребов попало. Ястребов попало, крючевым и зерцало. Нас, депутатов, абсолютно не интересуют с глиной, с камнями, либо с керамзитом там пришел. Это ваша внутрихозяйственная деятельность. Вы нас уверяли, я не знаю, вас не устраивал чулыбский уголь. Вы как должны были порядка 700 тысяч за должное. Просто вы доигрываете ситуацию до 20-го числа. 20-го числа, еще раз повторюсь, в разрезах невозможно будет загрузиться. Будет кола. Я, насколько знаю, мне главы сельских советов говорили, проводил совещание недавно Владимир Николаевич Чицовский. И уже, прошу прощения за сравнение, как Остап Бендер говорил, Москва-Васюки, Васюки-Москва будут ездить. Уже собираются с Кемерово поставлять уголь в Ачинский район. Ну, я не знаю. Чего бред несешь? Чего бред? Ты был на этом совещании? Мне сказали. Бред и несите. Ну, как я тогда сказал. Чего переходите? Я говорю, что вы практически все здесь. Ну, давайте спросим. Ну, давайте, кто сказал. Ну, поднимите этого главу. Я это совещание вел по углу. Этого главы нету сейчас. Ну, и тогда зачем здесь нести чушь? Ну, а вы чушь не несете в том плане, что говорите... С Кемерово уголь. С ключевского разреза введете уголь на 30% калорийный, а по факту, получается, глину ввезете в 100 тонн. Эта часть попала с двух машинок всего. Жанна, коллеги, припянулись до 18-го числа на 9.30.